Друзья, все хорошо, что никогда не заканчивается. Не заканчивается пока и наш финал. У нас всего лишь четвертая карта. С вами Айлы и Старски. Возвращаемся на Мирамар. Обязательно. Значит, самолетик уже полетел. Летит он горизонтально. И практически идеально через центр карты. Вот практически идеально. Однако, все равно. Доступ до Кампа Милитар, Тиробронки, Торахума, Докруздевали. Довольно проблематичный, так сказать, доступ. Импала стандартная. То есть для Нави все ок. Для Альпачина Класс Леонес. Для РД Чумасера. Для, получается, ЛХЖ Монтунуева. Для Торнадо Энерджи Альпоза. Все стандартно. Все, в принципе, как обычно. Разлеточка ничем не удивляет особо. Да, нам надо только дотянуть. Я не знаю. Плей Визми на край Лос Леонеса падает. Там есть гарантированная досия. Чего я тут так уверена? Нет, вроде такого. Просто рискует молодой человек долетаться. Боже, это самый, наверное, худший круг, который можно придумать. Вот хуже круга нет. Не, почему? Я вот на ГЛЛе один видел хуже. Нет, там нормальный круг как раз-таки. То есть там контент круг. Тут просто одна треть круга — это пустота неиграбельная. Вау. Это натрень. Насинг. Это он. Слушай, ну, все не так страшно на самом деле. Я уверен, что мы зато на первом круге увидим интересные въезды и влеты. Кстати, а будет ли бытва за ПК? Ты посмотри, там Ник Тайгер бил. Уже под алией ЖЖ. Пытается узнать, где Аля. И это вообще странно. Зачем мужчины делят Пикадо? Нет, ну, я не совсем понимаю такого. Когда, то есть до Вальдемара можно было нормально долететь, и сейчас были бы вкруг. Я, насколько помню, и Империумы туда падали, и Свармы тоже. Ну, Свармы точно в Вальдемар падали однажды. Ну, вот и не ясно, зачем, зачем этот файт в начале. Слойер закидывает дронетранспортер. Позиция плавненькая, честно говоря, у Али. Просто потому, что он оторван от своих тиммейтов. Ник Скалашникова контролит Филгуд в упоре. Оля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А тут, кидать. Айен, она не тайминговая. Таких али редко срабатывает. Байты неплохие от Али. Нет, очень умно действует мужчина. Стоит это признать. Но все убирается в то, что он один перешел через дорогу, и касочки к 100 у него тоже нет. А что делать без касочки, когда получаешь голову? В основном умирать. Редко какое оружие в голову не шотит без каски. Дробовики. И ППшки не шотают. Но все равно там урон залетает сокрушительный. Один выстрел. И куда он попал? Да. Именно в голову. Да. А самому тоже залетело в ответ в голову Филгуду. Но Филгуд был в каске, поэтому просто потерял каску и 80 хп. Хорч не поможет Али. Аля будет дотекать Санду. Ничего себе. Хор-Хорч-то оформили. ВДВ-шную гранатку. Дрон тоже отвесил хэд. Слойера можно спасти. И Ника, кстати, тоже по идее спасти можно. Ник уползает в сейф. Но Санда и Филгуд обязаны действовать скорее. Что делать с Хором? Ну, либо дострелить его оставить. Ой-ой-ой, дронит транспортер. Это просто... Мэн, оружие берил. Проверяй. Это может быть ошибка. Это может быть супер ошибка. Филгуд идет пикать. Так. Очень странный сейчас мог был от дрона. Ну, то есть он сначала кинул... Сначала вышел... Ой, Филгуд интересная хая. Текать. Он сначала вышел, а потом решил дать дым. Но так не работает. Надо было дать дым, дождаться пока он распушится. Ну, в общем-то... Это правильно. Вы не знаете. Сахарную вату игнорить нельзя. Обязательно раскидывать. Слойер уже дотек. Ну, надо хотя бы Санда спасти. Насчет Ника я не уверен. Успеют ли... Ну что, Диез, есть ли дым у Артемия? Нет, дыма нет. Но... Это очень сомнительное решение. Но там лишь вытекающий ник заставляет Филгуда действительно сломя голову и лететь. А, скидывали Диезу в дым. Он просто его не стал давать. Ну, это вот прям даже не знаю, что это такое. Рисковость, расхлябанность. Игрочатям времени доели. Обстреливают Финтоком. Грин Холл. Кстати, Форзы очень жестко сплетанулись в очередной раз. Надо им думать по позициям. А может быть, о сближении какая-то бабушка. Ну, два. Вроде транспортер плохо пострелял, Санда плохо пострелял в ответ. Х3 в упоре. Не знаю, насколько это хорошее решение. Всем привет. Я стреляю с Берилоса, к-6 не отзумливая. Без ручек. Попадаю, кстати, все. Непростая ситуация. Свармов, по-моему, не отпустят отсюда. Свармов уже точно не отпустят. Потому что прекрасно понимают империумы, что они воюют в большинстве. Три больше двух, порь. Вот. А ты говорил, ты стример, а так и сосчитать до трех умеешь. Не такой уж и стример в целом. Ну, вот так вот. Образование пять классов. Как-никак. Немало, немало. А ротации-то уже нормальные-таки идут сверху белого круга. Заезжают, 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 молодые люди. И заезжают, и заряжают. Все на свете. Ну что, ты компот интересный. Я вижу. Просто встал и вышел. Я могу. Чуть-чуть леник страдает. Скрепт рядом проезжает. Вот скрепт-ку так нормально досталось. И по тачке, и по самому скрепту. Но жить надо. Диез тем временем справляется с Санда в Пикадо. Ну тогда там все уравновесилось. Ой, дро. Нормально Фил Кудан нокнул. А Ник Тайгер Билл в банане сидит в пятиэтажке. Я не знаю, зачем эти гениальные решения, когда вы три в два, и один остается кемпить в многоэтажке с коллиматором, с калашом. Во как. При этом, по-моему, единственный в своей команде, он именно фулл Т2. И армор, и каска. Ошибочки. И опытные же парни. Ну это ж прям, ну, прям дебил. Опа, Диезу залетела в голову. Хорошо залетела, да. Но только у Ника нет хаешки туда прокинуть. То есть он должен на шару бежать и драться. Ну, это... Я сейчас показала урон на 0 хп от прыжка. Мне тоже. Важная информация предоставляется игрой. Ну, она предупреждает, что вот еще бы немного... Я аж на одно хп бы продамажила. Ё-моё. Знаешь, одно хп тоже важно. Да, бывали такие моменты, когда вот у меня у самого оставалось не просто одно хп, а 0-0-0-1. То есть там одна тысячная, не знаю, хп-шечки. Ну, в общем, этот бой в Пикадо, видимо, никогда не закончится. У нас есть ног по самсе от скрепта. Скрепт и финток здесь в осаде. Компот едет им налицо. Мэйлман дает угол. Кстати, весьма неплохой. Там Су будет поднимать компот. Ну, два в четыре драться, это, конечно, суперсложно. Грача и Грега, и Леника, они потеряли. И, в общем, все очень плохо. Даже не знаю, мне кажется, не отпустят. Ну, почему-то так кажется. Вот, по парням здесь... Ой-ой-ой, как опасно стоят, альпачинки, слушай. Ох, это грязненько. Ой, грязненько. А Юник, Юник, что придумали? Я так понимаю, они заметили, что стоят на горках люди. Ну, в целом, у Альфа слишком открытая позиция. Его можно увидеть было. Ну, нет же на такой дистанции травы, поэтому там на голом холме стоит одинокий мужчина. Диас, кстати, с Ником справился, и в ситуации в 3-2 парни умирают, оставив игроков с СВОР вдвоем. Ой-ой-ой, а это Садовник погиб? Да, Дримич тоже стоял, ждал на типах на ротации. Что-то грязноватенько решили поиграть альпачинки, но от этого становится только интереснее, на самом деле. Так, экстим. В итоге остается один. Его тиммейты втроем прыгнули в транспорт, но, похоже, лишь для того, чтобы перетянуться к нему. Так и есть. Ну, финток и скрепт, конечно. Если выживут, это, конечно, будет битва похлеще, чем, я не знаю, за Сталинград, но вот сомневаюсь, что в твоей осаде можно будет лежить. Слишком много углов. Там у нас с тем временем в ближнем бою воюют Квизи... Да, Квизи из LXG, все правильно. Тоже, что я команду хотел назвать. И Кроу Краун. Рекординг пытается не подпустить к себе ни одного, однако Винтерикидо это не мешает. Вместе с Квизи просто запушили рекординга без каких-либо шансов. Вот очередной сплит 1-1-1 называется. Иксклок 1, Сликер 1, толку от этих мулов. Какой отвратительный круг. Ну... Вот действительно, что мешает убрать эту долбанную скалу и заместо нее город поставить? Вот интересней же будет. Так, да, это топ-10 смертей руферов на горе, на которой уже бегает Юнити. Скорее всего, будут подтягиваться ребята сюда. Просто в шок. Ну... Я даже не знаю. Это... Сейчас будет мясо, а ты говорил скучно. Вот первые 10 минут совсем не скучно проходят. Везде просто какой-то лютый... Реально не скучно, Борис. Ну вот, правда, игрокам там валидола приходится подливать. Но что поделать. Вейвик все еще крутят ротацию. Как тебе разница между игроками в дистанции? Не могут себе позволить. Оу, а Доузи вырубают. А можно ли спасти? Нет, нельзя. На переезде их ловят. А Пин едет в баги. Ну, ребят, ну это ж не челлендж на 500 километров. Куда вы в таком транспорте-то вдвоем? Оу, а это... Это ко мне, если что, обращайтесь. Есть такие челленджи, выполняем. Убику нокнули. Севены огрызаются. Франкарио поставил хэдшот с Минника. Дрейнис может не поднять. Я думаю, да. Дрейнис дает шот с М24. Но как это Дельвейса. Еще дает по бустер тревелу. Да ты что творишь, молодой человек? Вот. Охладите свое, сами знаете что. Да. Своё М24 иё. Это было очень сильно стильно. Нет, понятно, это нехать шоты. Это все были флики в тело. Но этого хватало. Но важно же. Сам факт. Ноки сделаны супер важные. Франкарио в итоге один. Да, Дрейнис Солянова сейчас файд выиграл. По сути. И Гринхоу, кстати, настреливается по Франкарио. Сзади play with me. Теперь доесть. Доедено. Хаосинпай убивает Крабика. 14 место для Севенов. Ой-ой-ой, как плохо-то. Ребятушки, что делается? Очень быстро, очень неожиданно подрались Юники против Севенов. Крутой файт. Нави все еще крутят снизу. По сути заезжает так же, как и Юник. И это хорошо. Тем удалось миновать альпачинок. Ну, кроме самих Нави, садовника как-никак поймали. Пришлось развернуться. Кстати, у Вейвиктис дабл аирдроп. Я, честно говоря, не успел посмотреть, что там конкретно по девайсам было. Но то, что два-то три сета, они должны были зафармить. Это факт. Так, я слышу уже у Мазы, по-моему, да. АВМ. Не, ну, когда два дропа падает на один пиксель, мне кажется, ну, в Российской Федерации есть закон, что типа лутать два дропа у таких, это просто противозаконно. Там два было авика, поэтому у Кива тоже АВМ. Понятно. Окей, окей, окей. Нет, все-таки в турнирных играх, мне кажется, таких дабл аирдропов не должно быть. Это очень сильно. Два-то три сета, это очень много. Да ладно, два-то три сета. Два АВМа. Да, там просто... Ты просто, считай, работаешь по одной цели с двух авиков. Куда-то. Да, просто попади в чела, лол, и он сдохнет. То есть, инстантно, если попасть с двух авиков. Неважно, куда вы попадете, неважно, какая броня будет у тех челов, вы нокоть. Ис наносит последний дрон-транспортер удар, дронецо в голову прилетает с миника, дрон уже практически убежал, но нелегкая его настигла. Но Диез может дрона-то арестнуть, на самом деле, тут... Не хочет. Вне вижена, вне вижена. Ну, он понимает, что пушит, и так и есть, с Лейзи побежал вперед, побежал пушить дрона, а Диез не хочет рисковать с собой, они понимают, что позиция пока ужасная, 44 живых, а Дренис тем временем вырубает рекрента. Так что себе позволяет этот стример, я не понимаю. Сколько он уже киллов сделал? 500 миллиардов? Ну, пока только третий, но как бы... Пока только 300. Что творит? Кружочек через 15 секунд закроется. Ждем, очень ждем, и надеемся, что кружание уйдет от этой чертовой гитары. От этой скалы. Пожалуйста, Блэс Сэрнджа. Найн! Это рофл, что ли? Это не рофл, это круг. Слушай, ну, я надеюсь, что хотя бы в четвертой фазе есть настройки, как уход от воды, так и уход в целом от неграбельных зон. Так, Дренис закинул дровишек, перешел на угольную тягу и, собственно, доехал до Мирада на этом великолепном дымящемся мопеде. Ребята въезжают в зону. Слушай, у Яник в целом неплохой-то и образовывается позишн. Позишн-то, конечно, крутой. Ну, а если круг не прекратит вот так рофлить, то ситуация будет не очень хорошая. Так, Али переезжает к Золтерсу. Ну, ура, Форза, наконец-таки решили как-то соединить свои силы в единый кулак. Ибо вот эти вот 1 и плюс 1 всегда что-то как-то немножко поднапрягало, когда парни ездили в последних кругах. Уф. Мы переходим на радио Айлэйм. Радио Женя. О-о-о-о, Пок-Ча. Значит, ребятушки у нас ездят туда-сюда-обратно. Тебе и мне приятно. ЛХЖ заезжают под Вэвиктис. Раскидывают друг другу хаешечки. Айфай в ноке валяется. Вэвиктис Айфайу помочь никак не могут. Это получается у нас минус СЛРочка. Да, Кива нокает с Никис Лэйра. Напрягают спину ЛХЖ. Гринхок стырил фраг у Вэвиктисов. Хаешки, хаешки, гранаты, хаешки. Я не знаю, откуда они столько берут гранат. И в итоге ЛХЖ хотят уехать просто. Крайне мере, СХС уезжает. Но вот Винтери Кит допушился. Кива просто в ближнем бою с СЛРки растапал конкретно и пойдет. А, хороший билд у Кива, кстати. АВМ плюс СЛР. Как бы на дальний бой и на очень дальний бой, видимо. Но растапал хорошо в ближнем бою с СЛРочки. Тем не менее. А что, у нас там еще драки будут какие-нибудь? Да, по сути, Диез сейчас может ввязаться в драку против Юнити. Бластона и Оранж Сноу. А это в драку или в Избиление? Это в драку. Вот нокает Бластона, Бластона доедает. Оранж Сноу. Бежит просто и страдает от Милки Уэй. Милки Уэй вчетвером. Но Диез должны подсказывать, что у него на экране просто фул рост бежит Тезерин. Если никто из тиммейтов этого не видит, но это ошибка уже от тиммейтов. Но должны же следить за своим последним тиммейтом, смотреть, помогать ему спотать. Видно было как на ладони Тезерина, но, видимо, только мне. Тема погибает. И что, Тезерин пока еще живет. Новый тиммейт у сформов Боря Старской. Будет помогать спотать. Специальный тиммейт, чтобы спотать. Когда тиммейт умер, ну реально, тиммейт умер, и он же может следить от лица. Это же много помощи. То есть игрок сфокусирован обычно на точке центральной прицела. А когда ты просто за этим наблюдаешь, пожалуйста, сиди, наблюдай. На юнике пушат Red Diamonds. Пушат не очень успешно. У Дрейниса тяжелая ситуация. Лучше отступить. Нокнули плейвизми не вовремя. И поэтому есть смысл включать передачу заднюю. Откидывает гранаты РД. Но... А с ноком можно разве что играть. И плейвизми добивает ХЕшкой. Клосимпай. Хотя Дрейниса эта ХЕшка не убила. И хорошо, что зона ушла от этой скалы. Наконец-то. Пин берет крутой угол. Сейчас, мне кажется, юмид могут умереть. Угол-уголок. Ну вот Дрейнис все-таки нокаится. Тут же его забирают. Очень быстро пин действует. Здорово сыграно. И все-таки вот... В момент пуша опасность нока. Это самая серьезная проблема. Ломает темп команде. Может быть даже стоило забить на плейвизми. Попытаться 3 в 3 хотя бы распушить реддаймонд, у которых один игрок был в ноке. То есть, по сути, 3 в 2 разыграть. Но вот нок плейвизми. И Бестолыч уже фоткает убику. Бедный убийца. Ну, я думаю, что Стендина должны сейчас просто зажать. Будут ребята. Стендину стреляют в спину. Бестолыч. Зажим длиной в жизнь. Но не в жизнь Стендина. Стендин добегает до будочки. Разресываться будут парни. Но РД идут пушить. Ничего себе. Такие губияны. А почему бы и нет? Они знают, что Юников осталось всего лишь двое. Хаешечка. Снова убийца нокается. Еще одна хая под Стендина прям. Ничего себе. И странно, кстати, что она всего лишь 20% урона нанесла. Должна была убивать. Но вот что произошло, то произошло. Убийца очень быстро дотекает. Да, дотек. Стендинчик еще немножечко отступил под дерево. И... Что у нас? Реддаймонд. Подутихли. Решили все. Полутать тут немножечко кого-нибудь. Ну, Пин берет суперугол. Опять продолжает нагнетать вправо. Но... Нет, Стендина ему не видно. И... Бест-24 идет один. Хотя... Стендин убежал. И убежал прям... По-моему, в команду Нави. Бежит с молодому в спину. Под Парзов, кстати, упал аирдропчик. Непонятно только, что с этим будут делать ребята. Так. Ну, Стендин, по-моему, решил до лобби быстро добраться. Стендин... Заехал вот на этажечку. Мы слышали это все Нави. Да не только Нави, альпачинки тоже заметили. Сложная разыгровка будет для Юник. Точнее, только лишь для Стендина. Все так неплохо начиналось. Но... Вот цена, друзья, ошибки. Цена нока. Есть определенные моменты, в которые... Мудрые капитаны прям так и кричат. Не нокаться. Потому что понимают, что вся задумка будет ноком испорчена. Но между командой не нокаться и исполнением, команда не нокаться... Все-таки есть большая разница. 20 секунд до закрытия круга. По сути, везде есть враги. И теперь круг непредсказуем. Холлусом пай, нока и компот трэша. Ну, компота можно спасти. Это первый нок. Хотя с другой стороны, откуда-то огонь идет. Что-то, милки-вэй, что ли? Да, милки-вэй супер далеко настреливают. Но дым уже прокинули. Милки-вэй сложно доесть. Ну, буквально один шот. Ой, а в Мелмоно двойка, тройка залетает. И компота добивающих. Добрал. О-ля-ля. Эти лазеры, эти звездные войны, это прям шок. Фокус-файер очень жесткий, конечно, был по смоку. Хорошая работа. Право-вниз, значит. Хороших, да. Слушай, у Альпача есть проблемы? Стэндин в ухо стреляет в магистру. В это время в лицо их пушит Золтерс и Альпача. И Альпача. Так, ну, римпача еще хороших аэшки кидает. Поясняю, да, Альпача и Золтерсу за рэп. Еще одна закинулась. Альпача, похоже, не услышал. Альпача не услышал эту гранату. Ну, нет. Ошибенцы, такая большая. Как говорит, любит Батуллин. Продолбин. Во. Пробоина. Пробоина тоже пойдет. Так, и... Стэндинчика убили. Стэндин тут в лобби заехал. Топ-10 для Юник. Нет, задумка была неплохая. По две секшены рваться в спину Альпачинком. Вот только еще и про сета он не знал. И про Батуллина с молодым, разумеется, инфы 100% тоже у него не было. Сет, кстати, прыгает в заранее подготовленный дрым. Но вот заранее не подготовлен выезд этого дрына. ГГ. Можно. Да, игра непростая. Ну и главное тикануть от Батумбы, который уже готов зажимать спину. Сет рвется к своим парням. Дримчик прикрыл молодого, нокнул. Что там по Александру Батумбовичу? Бежит, бежит, Батутик. Очень хочется жить Александру. Вот сложно. Жить или не жить? Вот в чем вопрос. Не жить. Топ-7 для Нави. Обидно. Досадно. Ну ладно. Еще два Миромат у нас предстоят. За сегодня. Да и у Нави там нормальный очков. Сидят в топ-1, кайфуют. Тизерин. В спину, кстати, добрал двух из Форзе. Теперь Red Diamonds в таком сэндвиче бай Тизерин и Аль Пачинки. Но при этом позиция в РД хорошая. Если Тизерин допустит ошибку и остановится в неразрешенном от службы Гаиры Red Diamonds вместе, то... Ага. О-о-о-о-о-о. Ё-моё. 180 урона под Тизерин. Дело очень больно, очень неприятно. Но что поделать. Кивор чехлил авик, делает красиво. В общем... Остался один против всех. И авик здесь ему хоть как-то компенсирует эти проблемы. Ну как компенсирует? Дула от танка иметь всегда приятно. Ну, танк без дула можно рассмотреть как вариант. На безрыбье. Слушай, позиция отличная у Милки Вэй. И сейчас непонятно, как будут Пальпачинки встречать Red Diamonds. Они должны догадываться, что к ним выехали. Милки Вэй сверху помогают. Соответственно, команде Пальпачинки дефятся от Даймондов. Даймондам приходится открываться подверг. Вот Сенпай уже прилетает. Мне кажется, Сенпай рискует излишне. Он уже остался без каски. А хотя делать-то нечего. Дыма нет. Единственный, похоже, остался у него. Нет, у Пина тоже еще один есть. Но нужно тогда через дым пытаться пройти. Ну, в зону просто так не пустят. А Сенпай уже поджался, кстати, к Милки Вэй. Но тоже, разумеется, работать будет по Red Diamonds в первую очередь. РДей, вправду, нельзя впустить в круг. Есть еще один смок у Бестолочи. Еще один смок у Пина. О, еще один смок у Класса Мпая. Ребята, как-то продвигаться плюс-минус. Магистру там положили. КАЕ в дом. Он ее найдет? Нормально, все же в целом. Бобер. Опа! Мини. Выстрел в голову. Холосенпай в ноке. Какой же процент убийств именно с мини? В профессиональных играх. Жасвайт. Еще один нок. Пина. Ну и Бестолочи. Да помогут ему боги. Кем ли богам ты молишься? Какой же плотный настрел. Ну, миник. Очень комфортное оружие для стрельбы на дистанцию. Поскольку пулька летит супер быстро. Это несмотря на то, что еще нерфили мини. Она когда вышла, вообще псих пушка была. Куча урона наносила. Да еще и при этом отдачи-то не было. Без модулей. Надеваешь компенсатор. Можно вообще сжимать вдаль. И ты все попадал. Слишком жестко было. Поднерфили и уронщик. Поднерфили также и отдачу. Так, в итоге что у нас? Все команды в зоне. И Альпачинки неужели принимают решение запушивать Милки Вэй? Это плохая идея, если это так. Им туда пока не нужно. Еще вообще не факт, что нужно будет зона. Рассудит. Кива занял будку, кстати, в которой убил человека. На костях, так сказать, отыгрывает. Опа. Но субъективно, это худший круг именно для РД и Кива. Неприятно. Однако Альпачинки все еще могут существовать в этом круге. То есть Дримич и Магистр в кругу. С эту чуть-чуть надо пройти. Чуть-чуть проползти в какие-нибудь морщиночки, чтобы оказаться в кругу. И тоже все будет замечательно. Услышали авиатор Red Diamonds у себя в левом ухе, но понимают, что не в них. И думают, что все в целом прекрасно. В общем-то нокнуть не удается. Дружочек вот-вот пойдет. Пока что РД просто стреливаются. А, нет-нет-нет, кавер-фаер. Бестолочь проходит дальше. Проходит под дерево. Кива напрягает Бестолочь. Бестолочь, Бестолочь, Бестолочь. Чуть-чуть не хватило, чтобы... Одно ХП. Нокнуть Кива. Да, одно ХП. У Кива третья бронь, третья кассочка. И буст. Я уверен, знаешь, что за вот этот вот файт хоть раз до буст тикнул. Да, обычно так и бывает. Буст довольно часто тикает. Ой-ой-ой, Киво. Это холосомпайо, понял. Извините, пожалуйста. Пояснитель чисто. И пина добили. Пин пошел достреливать Кива и в итоге получил аджастфайта с горы. Все плохо на самом деле у Кива, но тем не менее, разыгрывать ситуацию еще можно. Зона помочь вполне себе имеет возможность. Если вдруг уйдет либо от починок, либо от Милки Уэй, заставит их столкнуться лбами, то Кива может еще немножко там почилить. Вполне может. Главное просто... Плохая драка с сетом. Сета пытается взорвать. Сет хорошо дал угла, но при этом нет помощи. Как любят кричать мои тиммейты в пабликах. Ноль помощи. Хаешечка летит красиво. Сета пробила. Вторая Хаешка на 5 хп продамажила. Ну там, да, но вроде бы далеко залетела за спину. Так, еще что-то летит. И Хаешки не ломают арморы. Это вообще, мне кажется, противозаконно, потому что сейчас сет должен был, по идее, остаться без своего Т1 армора, но... Но нет. Опа-ча. Не вышло. Задумка хорошая, реализация подкачала. Овстринг не смог провесить Хаешку за спину сету. Хаешки опять расчехлил аппарат. Ну, сета калаш, это отличный девайс. Ой-ой-ой. Эх, а если бы тайминговая, как бы было больно. Сет просто смотрел на нее в этот момент. Да, да. Супер больно было бы, но... Не получилось. Как же долго, ребята, мансиат друг вокруг друга. Ага. Финик нормально настрелял по сету. Овстрингу дали инфу по поводу того, что сет нокнутый. Овстринг вышел с сета без проблем. Убил, добил. Вдвоем остались от починки против Кива и четырех Милки Вэйф. Так, ну что, Dream4U будет выпускать или нет? Так, а того уже вроде бы пропустил. Овстринг спустился ниже. Похоже, вообще не понимает, что Овстринг правее. Так, посматриваю. Как будто его вообще не чекают. Ой, Акива, Акива. Такая занудка прям для Милки Вэйф. Подстреливать ЗВМа. Ребята боятся. Естественно, кто... Кто авик-то не боится? Серьезное оружие для подавления противника. Эх, находит угол на магистра. Джаст Вайт магистра нокает. И получается, у Кива нормально пострелять с АВМа. Мирадиан пушит Кива. Кива супер лоу хп. Аптечки нету. Хилиться будет очень долго. Поменял прицельчик на коллиматорный. И Джаст Вайт прокинул хорошую хаешечку под Киво. И у нас, получается, 9 килов имеют... А, 10! Дрима довольно быстро убили после убийства Кива. 10 килов первое место занимают в этом матче. На первом Мирамаре. Последнего заключающего дня. УПЛ Лиги. Команда Милки Вау. Милки Вау. Милки Вэй. Вау. Милки Вау. Молодцы, ребята. Действительно, ну, 10 килов достойненько. Дальше Мирамаре. Да. Ну, давай смотреть правде в глаза. Первые три круга для Милки Вэй были, ну, максимально так себе. Ребята куда-то бежали, куда-то спешили. Не успевали вечно. Ну, а потом немножко подвезло. Ну, и пофайтиться тоже пришлось. Задачи пофайтиться они справились. Пока, знаешь, на этой карте, на Мирамаре, в четвертом раунде, мне понравилось вот все. Я получил, ну, наслаждение вот практически во всех моментах. Конечно, да, зона без игровых площадей это так себе. И вот бой в Пикаде. Это значит, это послевкусие, как будто первый раз попробовал оливки. Я не понимаю, что с этим делать и как дальше жить. И странно, что вообще такое существует. Такое, вроде норма, вроде пакость какая-то. То есть, такое, да. В общем-то, стоит задуматься ребятам о хот-дропах, об их эффективности. Ну, и раз уж решили хот-дропаться, то, может быть, пора уже. Пора, имея численное преимущество, уже идти на лицо и в размен. Не оставаться вот так вот, кемпить что-то непонятно что и в итоге проигрывать 3 в 2. Но это было прям вот больно. Это, наверное, должны были выигрывать Никтагер Билл и компания, но это пошло не так. Да, очень затянулся файт. Прям кошмарно затянулся файт в Пикаде. Все пропустили все возможные тайминги. В конечном итоге этот файт был просто ни за что. Ну что, в целом раунд с игром. Стоит отметить также хорошее действие парней из АВГ. Отлично подрались там и с Вармой, в итоге выиграв Пикаде. Дожили с помощью Диэза до топ-11. Неплохие мувы были сегодня от Дренислава. Дрюс нам показал успешные фликования с N24. Но топ-10, конечно, для Unique это явно не то, на что они рассчитывали. Равно как и Na'Vi. Ранняя остановка в топ-7 из-за быстрых смертей, в том числе из-за альпочинок, которые, кстати, вновь комфортно отыгрывают и занимают топ-2. Что в целом по поинтам тоже очень и очень приятно. Что ж, друзья, перед четвертым, нет, перед пятым раундом на сегодня, перед вторым на сегодня Мирамаром, мы с Ламычем позволим себе уйти на небольшую паузу и вернемся уже вместе с новой игрой и с новым лобби. Не уходите, не переключайтесь, вы сможете выйти на канале Unique, Unique Pro League Season 2. И наши православные русские ребята сражаются за призовой фонд в размере 5000 долларов. Продолжение следует...